АВТОРСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ УЧЕНИКА Традиции системы Кабаревского отвечают самым высоким требованиям обучения. Многие музыканты гордятся тем, что прошли именно эту школу, но у «Фабрики звезд» тоже необходимо обновление. Об этом сегодня преподаватели говорили с главой Самары Еленой Лапушкиной. 35 духовых, струнных, клавишных инструментов приобретены для школы на средства национального проекта «Культура». Дуэт виолончелистов, преподаватель и ученица. Новые инструменты свои для каждого возраста. Подборка позволяет пройти полный курс обучения от первых шагов в мир музыки до выпускного класса. Вот такой инструмент. Одна четвертая. Подходит для учащихся от 6-7 лет до примерно 8 лет. Вот инструмент, на котором занимается сейчас моя ученица. Половиночка. Одна вторая. Она подходит для учащихся средних классов в возрасте от 8-9 лет, в зависимости от роста ребенка. Ну, лет до 10-11, может быть, 12. Чистейшие тона дает новые пианино. Флейты и кларнеты позволяют обновить духовой оркестр. На 180 томов пополнилась нотная библиотека. На 850 – учебный книжный фонд. Концертный зал тоже стал выглядеть более представительным. Мебель тоже производит впечатление. Новые бархатные стулья создают атмосферу солидного концертного зала. А скоро интерьер здесь изменится радикально. В здании школы будет проведен капитальный ремонт. Детали будущего ремонта обсуждаются с представителем проектной организации. Главе города показывают свеженький акт положительного заключения государственной экспертизы, датированный 18 ноября. Школа с мировым именем должна и выглядеть соответственно, и по комфорту отвечать самым высоким стандартам. В здании важно сохранить уникальную акустику, а вот проблемы с кровлей должны остаться в прошлом. Стропильные конструкции меняются, и делается снегозадержание, и обогревающий кабель, и наружный водосток. Все, чтобы избежать пандусы. Конечно, для обеспечения доступа маломобильных граждан сделаны пандусы. Проект предусматривает также новые технологические решения – обновление интерьера и фасада, замену систем отопления, электрооборудования, водоснабжения, канализации, модернизацию противопожарного оснащения. То, что дети получают удовольствие от занятий музыкой, от занятий на новых инструментах музыкой, конечно, это радует. И я надеюсь, что это только первые шаги, что школа будет у нас в дальнейшем развиваться, будут получать новые инструменты, будут ремонтироваться. Прекрасное здание с богатой историей. Хочется не только приобретать инструменты, но действительно отремонтировать помещение, чтобы здесь было не просто дружно, но еще и очень уютно. В этом году в национальный проект «Культура» вошли четыре самарские музыкальные школы. Приобретено инструментов, мебели, литературы и учебного оборудования в общей сложности на 23 миллиона рублей. Олег Зверев, Константин Головин. События. Олег Зверев, Константин Головин. Олег Зверев.